Всем привет! Сегодня у меня на канале обзор очень интересного ножа кастомного, не побоюсь этого слова, сделанного вручную, совсем небольшой партией вот очень интересного мастера, на которого я вышел благодаря ножевым новостям Алексея Пановарева Как-то просматривал я один из его выпусков и увидел картинки складных якутских ножей На самом деле, тема якутов для меня стала интересна только недавно Сейчас я как раз жду один из фиксов такой И тут мой профиль складный Я к фиксам достаточно холоден, если это не Финки или не Томи А тут складной якут, почему нет? Нашел я мастера, вот такой вот замечательный мастер Виктор Куликов, мастерская теплых ножей, серебряная рыба Я очень быстро нашел, кстати, вот внизу, это ссылка на ЖЖ мастера Ссылочка будет обязательно внизу Нашел его, мы с ним списались, очень приятный вообще не человек Поизучал я его в ЖЖ И, значит, наткнулся на те самые якуты Узнал, что, в принципе, мастер давно очень работает Сделал огромное количество разных ножей из различных сталей Это касается и фиксов, и складней Ну, в основном, конечно, складней И нашел, что вот это вот чудо, вот этот 4-дюймовый якут, который вы видите у меня Собственно, про то, что я вам сегодня хотел рассказать Это, скажем так, складная версия ножей Точнее, ножа, как-то бобр, по-моему, называется у мастера Ну, в ЖЖ найдете Это такой узенький якут, сделанный мастером, сделанный Виктором Куликовым Которым он на прошедшей стальной грани взял первое место по перерезанию деревянного бруса Соснова, там тоже будет видео, мне очень понравилось Потому что, ну, для реза по дереву, для работы это просто находка Ну, и, в общем, поизучал я Есть коротенькие варианты ножей покороче И вот мне понравился длинный, 4-дюймовый И, собственно, сегодня он пришел Пришел он ко мне достаточно быстро Значит, в упаковочке у меня была вот такая вот визиточка Плюс я очень попросил Виктора, чтобы он мне оставил какое-нибудь пожелание, послание Свой автограф Я потом за миллионы продам, когда он станет очень известным мастером Плюс в комплект положил он мне винтов с запасом, да На которых собран нож на случай, если вдруг, не дай бог, я где-то потеряю Тут все очень понятно, куда что ставится В общем, ссылочка на канал на ЖЖ будет в подписи Там вы сможете посмотреть и ознакомиться с другими работами Виктора Мне нож крайне понравился Это очень приятный, яркий нож Собранный на Титане со сталью N690 На 4-дюймовом клинке Давайте начнем с того, что мне бы хотелось взвесить данный нож Я этого еще без вас не делал Я буквально 2 минуты открыл посылочку Посмотрел, потому что, ну, кому-то не очень нравится этот детский восторг Когда вот ты берешь впервые нож Нет, кто-то писал в комментариях, что типа что-то как маленький Ну, в общем, я решил, чтобы вам этого не было Я решил все внимательно рассмотреть Немножко успокоиться и снять видео Итак, клинок с 4-мя дюймами Собранный через титан Весит 130 граммов 130 граммов весит нож с таким большим клинком Вот, ну и, собственно, давайте посмотрим Это не совсем фрикшн фолдер Кто не знает, здесь есть замок Здесь вот в двух вот этих титановых пластинах Есть шарики детента, которые запирают в клинок в том и в том положении И, как и показывал Виктор в своих видео Если взять вот так нож за рукоятку и потрясти Вы его никогда не сложите Что сложить нож можно, но достаточно с усилием При этом он вполне аккуратно складывается вот так И вполне можно его открыть одной рукой Вы слышите, да, вот щелчок? Давайте вот Вот, это доводит автоматика ножа Нож совсем не толстый В общем, вот такой вот красавчик, вот такой якут С одной стороны у нас вот так Здесь у нас с вами присутствует Обратите внимание, продольный сатин Сейчас я камеру немножко выдвину к свету В общем, у нас есть продольный сатин Единственное, да, вот вы видите Вот царапки, это уже, к сожалению, я сейчас пока вертел Я очень так нехило уронил нож Нож это пережил При этом вот, ну, сатин немножко пострадал А так очень качественно все сделано Очень вот такой вот хороший продольный сатин Обратная сторона так вот подполирована И здесь присутствует у нас с вами вот такой вот имитированный дол В общем, я задавал вопрос Виктору Ну, а почему не сделать, допустим, не сымитировать полную имитацию Там, каких-то следов упаковки Он объяснил, что он пробовал, но, к сожалению, нож плохо моется И причин не доверять ему у меня нету На самом деле, когда я прикинул, как все это дело мыть Я тоже порадовался, что этого нет Нож очень качественно заточен Давайте попробую вам показать Вот на мятой салфеточке, уже на бумажном полотенце Сейчас вот Что нож очень легко режет салфетку Очень здорово Я уже успел им построгать И я вам скажу, мне очень нравится, как он работает Он работает с родни финки С родни моры Что в дерево он вгрызается просто дико И рукоятка, обратите внимание, по всем, скажем так По всем правилам скандинавских ножей Здесь немного шире, чем вот здесь И вот здесь немножко уже, чем в самом среднем месте Клипса у нас тоже титановая Достаточно удобно садиться на карман Она в меру жесткая Но, скажем так, для... Вот этот нож я лично заказывал себе ездить куда-то на природу Я думаю, что я вполне справлюсь с особенностями в резе этого ножа Потому что, безусловно, они есть Это вот как пользоваться мейкротеком, стамеской Или пользоваться ножами от Эмерсона Да, они тоже очень любят делать стамеску Здесь примерно все то же самое Просто нужно немножко под другим углом прикладывать нож Но то, как он работает по дереву, ребята Это вообще просто сказка Вот И я хочу, наверное, сейчас попробую попозже им что-то порезать по продуктам Ну, вот при такой длине клинка, я думаю, это вообще не проблема Давайте немножко мы еще обмеряем нож Мне, на самом деле, самому очень интересно У меня наконец-то появился штангенциркуль Несмотря на то, что хоть и китайский, но тем не менее Давайте мы померяем сейчас рукоятку Рукоятка у нас 127 мм в длину Клинок у нас с вами 4 дюйма Это сейчас я вам скажу, сколько у нас 4 дюйма Я не буду специально переводить, а замерю прям по факту Сколько это чего будет у нас 108 мм у нас длина клинка Давайте теперь померяем обух Напомню, что это сталь N690 от Беллера Это самый близкий аналог по химическому составу Так, полный аналог стали VG10 Значит, в обухе у нас 3,4 мм Очень такой хороший рабочий обух Вполне Ну и что нам померить? Давайте померяем еще толщину рукоятки Ну и рукояточка у нас 14 мм Что это вполне себе ухватистый рабочий нож Которым вполне можно работать И опять же, нож у нас не без замка Он все равно замком Понятно, что это такой ближе к перочинам И, собственно, придерживать здесь все равно придется Но, учитывая, что если вы будете что-то строгать То у вас нагрузка идет в обратную сторону Что вряд ли нож сложится Прошу прощения, пришлось прерваться Ну и, собственно, подытожим Это очень качественный рабочий инструмент Из неплохих материалов Сделанный вручную, небольшой партией Ребят, и если кто-то захочет приобрести себе такой нож Когда вы свяжетесь с мастером Решите приобрести И он вам даст добро и назовет вам цену Ребята, вы будете настолько приятно удивлены цене Я ее специально не буду озвучивать Это я оставлю мастеру У него должен быть, конечно Ну, это должен делать он Это не должен делать я Это не какой-то производитель Типа там, бенчмейда и прочего Где есть MSRP цены Это я вот оставлю Но я вас уверяю, что За такие деньги У российских мастеров Такие изделия, из таких материалов Я практически на 95%, на 96% уверен, что вы вряд ли найдете Если это не ваш друг, не ваш товарищ С которым вы договорились, что дружище сделай мне скидку Я вас уверяю, что здесь просто потрясающая цена И очень хорошее исполнение Сейчас у Виктора есть несколько новых интересных проектов В одном я участвую Я уже себе забронировал пару железок Потому что новых его работ я очень жду Мне очень понравилось И я планирую займеть себе в коллекцию Несколько его, скажем так, изделий Не только этот нож Этот нож был первым, пробным И я вам скажу честно Мне он очень нравится На этом, наверное, и все Обзор долгожданной посылочки я вам сделал Рассказал Какие-то итоги по юзу Я вам, наверное, расскажу чуть позже Это будет, наверное, в комментариях Потому что мне, на самом деле, очень интересно Как поведет себя сталь Здесь напомню, что закалка, по-моему, от стерха Если я не ошибаюсь По N690 Но при этом угол схождения Здесь кромки 24-25 градусов Ну, как мне кажется Для нержи немножко маловато Но, опять же, VG-10 разрабатывалась В принципе, для режущего инструмента Может быть, и неплохо будет Я именно хочу посмотреть Порежу, попользуюсь И потом, кому будет интересно Можете написать в комментариях Какой-нибудь вопрос Я вам постараюсь на него ответить Вот такой вот замечательный 4-дюймовый якут Всем спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok